Новый год, светлый праздник. Решили отметить на совесть. Пиндякову пригласили. Он весёлый, смеётся всегда два раза. Первый раз за компанию, второй раз, когда до него доходит. Синюхина пригласили с его женой Нинкой. У неё такая причесочка, глазки белые. Режиссёр Мерзовецкий пришёл со своей красавицей Катрин. Артистка она у него. И ещё подруга жены Глюкина. Чаровница с колдовскими чарами шестого размера. Губки пять атмосфер, сзади вырез до прорези. Ну, началось новогоднее веселье. Мерзовецкий начал прикалываться к своей артисточке. «О, Катрин, вашим именем назван самый могучий ураган». Вы знаете, почему ураган называют женскими именами? Потому что они уносят дома и машины. Для затравочки Пендюков предложил отведать кровавую Мэри. Их, тут же заполировать коньячком. Ух, запить виской. Ох, ликёрчиком. Нарзан будешь? Да ты чё, ёрш получится. В разгар веселья Синюхин начал философствовать. «Лучше недоперепить, чем перенедопить». А вот салат у вас, хозяйка, хороший, лицо не пачкает. Нинка тоже чё-то рассказывала в своей байке. Потом вдруг произнесла. «Ну, почему у меня брат дурак?» Пендюков объяснил. «А потому что вы родственники». Пендюков налил себе фужер водки, зажал нос руками и сказал, «Мозг, у меня для тебя сюрприз». Выпил и переключился на Глюкина. О, Глюкина, вы просто секс-бомба. Что вы, Катрин, по сравнению с вами, суповой набор. Худая, как восьмая дочь матрёшки. О, Глюкина, посмотри в мои влюблённые глаза. Что ты в них видишь? Ой, там темно и что-то вроде леса. Да ты в глаза смотри, а не в ноздри. А вот дамы молодцы. Запели песни. Ну, как это у нас в компании полагается. В трусишках зайка серенький под ёлочкой скакал, пока скотина пьяная трусы не потерял. Первое января – самый короткий день в году. Начинается в пять вечера. Первое января люди боятся только одного – смотреться в зеркало. А потому что оттуда на тебя смотрит совершенно незнакомое лицо. Синюхин увидел себя в зеркале, очень испугался. И заорал – кто пришёл? Нинка Синюхина увидела себя в зеркале. И спугалась. Он посмотрел на мужа и сказал – «Так тебе и надо». А вот Пендюков был бодр. Потому что ничто так не бодрит, как незамеченный дверной косяк. Он так и ходил, вытянутый по струнчику. Говорил, как робот. Наткнулся на кого-то, сказал – «Привет, Синюхин, как твоя Нинка?» В ответ получил – «Дурак, Нинка – это я». Мерзовецкий попытался встать, так сказать, разогнуться, но у него ничего не получилось, потому что шеринка была пристёгнута к воротничку. Он еле выдавил из себя. «Как там у Гоголя? Поднимите мне веки!» Все дружно приподняли ему веки, помогли одеться и заправили дублёнку в трусы. Глюкина только по смс вспомнила, что её зовут Таня. Нинка всем рассказывал по секрету, как Синюхин ночью во сне шарил по ней и руками приговаривая – «Где ключ на семнадцать?» «Где ключ на семнадцать?» И как только я не уговаривал гостей остаться, они всё равно не ушли. Но впереди ещё было много дней новогоднего блаженства. Первого января пил, второго пил, третьего пил, четвёртого пил, пятого спал до пяти, но приснилось, что пил. Потом пошёл в поликлинику, сдал на анализ кровь, шестого получил ответ – «В вашем вермуте крови не обнаружено». Восьмого числа жена от нечего делать пошла на выставку змей, вернулась с медалью. И в завершение всего неприятность обронила ключи в шахту лифта, представляете? Ну что делать? Я принёс удочку и хотел подцепить крючком эти ключи, а тут вошёл какой-то человек в подъезд, интеллигент в маминой кофте, в глазах пол-литра, хорошего настроения, а я тут сижу с удочкой. Он полчаса, не мигая, смотрел на меня, а потом спросил – «Ну как, клюёт?» Девятого числа навестил соседа Васильева, а он в лёжку. Ну как, голова свежая? «Я…» «Я…» «Прошлогодние». «Я…» «Как прошёл Новый год?» «Я…» «Я…» «Не знаю». «Я…» «Что? Опоздал?» «Не…» «Я…» «Я…» «Рано начал». «Я…» У меня перед Новым Годом нос не только чсался, но и шубышился. И все, что было нажито, пропито непосильным трудом с Новым Годом. Спасибо большое.